Убийца устроил настоящую бойню на девятом этаже офисного здания. Ворвавшись в кабинеты директора фирмы и его заместителя, несколько раз выстрелил мужчин. Шансов спастись почти не было. Судя по кадрам оперативной съемки, расправу преступник совершил молниеносно, без лишних разговоров. На столе директора остался недопитый чай. Оба руководителя компании погибли. Стрелок явно заранее знал, куда идти и кто станет его жертвами. Полицию вызвали прохожие, которые на улице услышали звук выстрелов. Большинство сотрудников других организаций, которые расположены в здании, и не подозревали, что по этажам ходит убийца с ружьем. Но у стрелка были только две цели. После того, как он расправился с руководителями фирмы, спешно покинул помещение так же свободно, как и зашел в него. Шокированные стрельбой люди могли только гадать, как оружие пронесли через пост охраны. С места расправы преступник скрылся на автомобиле. В столице был объявлен план перехват. Предполагаемый убийца почти успел выехать из Москвы. Его машину остановили на другом конце города. По предварительным данным, на заднем сидении авто лежал карабин «Цайга». Подозреваемый киллер оказался уже немолодым мужчиной 52 лет. Александр Величко ранее сам работал в этой компании, был подчиненным убитых Николая Чалова и Анатолия Яковина. Менее года назад вероятного стрелка уволили. Его заподозрили в краже денег и даже возбудили уголовное дело. Именно месть и личная неприязнь могли стать мотивом преступления. Фирма, из которой уволили Александра Величко, занималась благоустройством городских парков и ландшафтным дизайном престижных загородных вилл. По оценкам экспертов, компания имела весомые позиции на рынке. Эксперты говорят, в этом бизнесе крутятся серьезные деньги, но все же не связывают расстрел руководителя компании с переделом сфер влияния. Версию расправы по личным мотивам проверяет следствие. Александра Величко допросит в ближайшее время. Сейчас, после расстрела на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Продолжение следует...